Здравствуйте дорогие подписчики моего YouTube канала, с вами Константин, мы продолжаем проходить One Piece Burning Blood на PlayStation 4. Итак, прежде мы начнем, само собой, хочу поблагодарить группу ВКонтакте One Piece за поддержку данного проекта, ссылку на нее ищите в описании. Те, кто не подписан на мой Twitch канал, который в скором времени начнет функционировать и ближайший стрим у нас будет по One Piece Burning Blood, обязательно тоже подписывайтесь, ссылку опять же ищите в описании. Итак, ну что, мы с вами прошли Великую Войну еще в позапрошлой серии, она у нас закончилась, остались только некоторые дополнительные миссии, которые в принципе представляют из себя один бой, при том, что нужно выполнить определенные условия, чтобы открыть этот бой. Сегодня я покажу вам другие режимы, и я уже их посмотрел, дабы хоть немножко иметь представление, что там происходит, и я на самом деле обалдел. Во-первых, начнем потихоньку. Во-первых, база пиратов. Как в прошлый раз мне правильно заметили, оказывается, когда я тут просматривал персонажей, я не заметил, что есть еще одна вкладочка. Да, вкладка здесь будут дополнительные персонажи, меня удивило, что здесь еще так много неоткрытых персонажей. То ли это будут какие-то клоны, но сейчас у меня, видите, по предзаказу, у меня доступен Луфи четвертого гира, доступен Луфи кунг-фу и Луфи чемпион. Как-то не странно, это почти все разные персонажи, у них пара-тройка приемов только общие, а остальное они как-то по-своему двигаются, какие-то особые ударчики есть. Ну, реально забавно, такое вот, четыре вариации Луфи всего у нас получается. Что за остальные персонажи здесь будут, я не знаю. Возможно, это персонажи, которые будут добавляться посредством дополнений. Возможно, это какие-то скрытые костюмы персонажей, но в этом я не уверен, потому что, взятие, например, Акаину. Он у нас в одной клетке находится, при том, что у него два костюма до и после тайм-скилла. Вот, персонажей надо остальных тоже будет покупать, нужно будет смотреть элементарно для того, чтобы просто знать, что против тебя могут сделать. Вот, я сейчас перед записью еще попрактиковался в свободной битве, я нашел, где там сделать так, чтобы тебя никто не трогал, чтобы противник просто комб стоял, а ты его мог просто лупить и тренироваться. На самом деле это очень важно, потому что просто в простом бою тебе ничего сделать не дадут, никакой тренировки из этого реально не выйдет. Персонажи настолько все уникальные, что очень тяжело выбрать каких-то любимых персонажей. Я попробовал буквально, может быть, персонажей шесть. Я выделил для себя уже такую троицу, которая мне уже очень нравится. Вот, а именно это, я сейчас вам покажу их, я вот именно включу сейчас тренировку для тех, кто не в курсе, как это сделать. Просто врубаем здесь тренировку, вот, и они все равно будут сейчас сражаться. Вот этот персонаж, который у меня сейчас открытый. Мне очень понравилась Куала. Я объясню уже по ходу боя, почему, но ее техники очень здоровские. Нужно собирать команду, чтобы они друг друга очень хорошо поддерживали. Некоторые персонажи обладают реально сильной поддержкой. Например, Иванков может своими гормонами подлечивать напарника. Я не знаю как, но подсказка такая есть, я еще этого дела не пробовал. Так, мне понравился Юстас Хит. Очень интересная, удобная техника у него идет. То есть, единственный минус, нужно частенько использовать гравитацию, чтобы пополнять запасы железа. Но об этом сейчас все по порядку увидите. Так, и еще один персонаж. Я в данный момент вообще считаю его, наверное, читерским персонажем. Это Марка. Это просто ураган ударов с огромного расстояния, который очень тяжело прервать. Вот, но тем не менее, мне все равно умудряются вешать по шее. Мне вообще очень часто вешают по шее, потому что нужно сидеть сейчас будет. То есть, я в ближайшее время, особенно перед будущим стримом, я хочу прям хорошо натренироваться. Дабы не совсем, ну не ударить грязь лицом, вот, и нормально посражаться. Сейчас я еще говорю, я вот поиграл буквально, может быть, ну с часика полтора, наверное. Просто вот прям пытался тренироваться. Но, как оказалось, этого недостаточно. Итак, делаем завершение. Никакие бонусы я давать себе не буду, потому что у меня их всего три, которые были открыты. Толку от них мало, я новые не покупал. Рандомные противники, рандомная карта, рандомная музыка. Вот так, он там, Луфи с четвертым гиром. Притягивайте для мощных атак. Магнетизм кида притягивает металл, увеличивает его руку, что позволяет использовать новые особые атаки. Да, 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 как раз вот кидом я сейчас и играю. Может быть, это даже не совпадение, что такое подсказка вышла. Карты, в принципе, все красивые, все нормальные. Жаль, пока их не так много. Ну, по крайней мере, мне показалось. Забавно, что персонажи реально друг с другом общаются во время приветствия. Итак, сейчас заходим, во-первых, в базовые настройки, ставим здоровье себе и компьютеру бесконечно. Вот, и в настройки обучение комбо. Все, здесь противник ничего делать не будет. То есть, можно ему реально ставить, что он может, что он не может. Вот, и вот так, и все, и закрываем. Я сейчас просто хочу продемонстрировать персонажей, которые мне немного понравились. В будущем, я думаю, наверное, может быть, даже на стриме я покажу вам, может быть, почти всех персонажей, которые у меня будут. Просто вот прям зайдем и реально посмотрим, какие у них силы, способности, что могут, не могут. Вот. Итак, Куала. Я сразу предупреждаю, я надеюсь, ее так зовут, потому что я не помню, как в оригинале было ударение. Но еще раз напоминаю, за ударение ничего не говорите, за это буду прям наказывать. Итак, Куала это ближник, при том очень жесткий ближник, который постоянно перемещается вокруг противника. Много способностей, которые просто позволяют ей уходить в стороны. Во-первых, очень сильные Сирики. У нее, как это ни странно, но у нее... Ну, как, почему странно? Так задумано, что она обладает каратэ рыболюдей. Вот. И самое интересное в том, что она постоянно прыгает. У нее есть особый удар один. Забавно, против Берджиса он... Странно работает. Я не могу через него перепрыгнуть. Слушайте, первый раз, смотрите, противник высокий. Против остальных противников я всегда просто вот прям перепрыгиваю через него и оказываюсь тут же со спины. Берджис высокий, я не перепрыгиваю, я его бью. Забавно. Вот. Она может быстро приближаться к противнику, как и многие персонажи. Есть удары на небольшом расстоянии. Есть очень интересные контратаки. Которые можно делать друг за другом. То есть сначала делаем одну контратаку простую. Не контратаку, извиняюсь, а пробитие защиты. И тут же делаем пробитие сверхзащиты. И опять же наносим урон противнику прям. На самом деле это очень прикольное сочетание и можно использовать это реально как серийку. Вот. Коранка у нее тоже в принципе довольно таки красивая. Вот. Она реально очень комфортный персонаж. Мне понравился. Так. Следующий это Марка. Как я уже говорил, Марка. Это просто ураган. Ты ничего не можешь сделать против него. Он... По крайней мере, как... Когда я сражался против него, я ничего сделать вообще не мог. Просто с какого бы я ни бил на расстояние, я просто сразу начинаю атаковать и творю какие-то бешеные вещи. Сирийки он очень часто продолжает просто бить в воздухе. Противник подлетел, значит он заслужил еще пару-тройку ударов. Вот таким вот образом примерно все происходит. Реально против Марка сражаться, я не знаю. Реально нужен какой-то персонаж, должен быть у него антикласс. Я почему-то уверен, что это, наверное, один из таких как Джим Бей, который просто блокирует его дьявольский фрукт, поливая его водой. Может быть еще Смокер. Я, кстати, за которого еще не пробовал играть, но я уверен, что он может быть тоже это умеет. Кстати, это немаловажно. Надо обязательно в группе тоже держать персонажа, который может блокировать силу дьявольского фрукта. Именно поэтому нужно комбинировать правильно команды. Итак, и новичок, персонаж, которым мы играем первый раз за всю историю, фактически по One Piece, по самым таким крупным игрушкам, по мелким стареньким не считая. Вот, это Юстас Кид. Вот, он хорошо сбалансирован, очень хороший ближний и одновременно дальний. Единственный минус, видите, сейчас я не могу использовать особые атаки, пока не применю магнетизм. Обязательное условие, что я могу сделать сначала магнетизм. Вот, во-первых, у меня рука становится больше, повышается урон, повышается радиус атаки. Вот, а во-вторых, дает мне новые способности. То есть я могу на дальнем расстоянии дважды выстрелить. Либо вот таким вот образом, либо вообще запустить в него пол руки своей. Видите, все, рука у меня закончилась, мне нужно опять использовать магнетизм. Небольшое быстрое приближение у меня есть, тоже, в принципе, нормально. Благо, рука вроде бы не тратится на простые комбо. То есть это только вот, когда мы делаем особо вот такой вот удар. Но я такой, он очень мощный, и им можно очень часто завершать комбо. Ну, единственное, что нужно, опять же, быстро использовать магнетизм. Если тебе не дадут это сделать, то есть если ты будешь сражаться против жесткого ближника, который тебя не будет отпускать, могут начаться проблемы. Но мне почему-то кажется, что как бы можно разрулить такую ситуацию. Хорошо. Все, давайте уже отсюда уйдем. Это было такое немножко вводное видео. Вот, сначала. И теперь по поводу режимов. Режим розыска я уже показывал в прошлой серии. Режим розыска я советую использовать для тренировки. Да, я понял, что появляются редкие. То есть здесь можно проходить тренировку. Тренировка немножко другая. Не такая, как была в Великой Войне. Здесь дают какое-нибудь задание под названием «Ты должен нанести там дальнюю атаку при таком-то условии». И только потом выигрывай бой. И пока ты ее не выполнишь, ты не пройдешь. Тренировок очень много. На самом деле это нужно. Почему? Потому что в следующий режим ни в коем разе нельзя заходить, пока вы нормально не натренируетесь. Там вам делать нечего. Режим свободного мира. Это как... Я его так называю, свободный мир. Но на самом деле это... Это так. Сейчас объясню. Итак, здесь все ясно. Мы сражаемся на определенных условиях против разных группировок, скажем так. Вот. И зарабатываем деньги, очки и так далее. Но здесь опять же противники все очень тяжелые. Вот. Поэтому научитесь играть. Вот мой вам совет. Кто начал играть в One Piece Burning Blood? Сначала научитесь играть кем-нибудь одним. А потом переходите на другого и соберитесь в команду и учитесь их комбинировать друг с другом. Не надо на других персонажей прыгать. Это бесполезно. Хорошо. Так. Это режим... Бой за флаг пиратов. Когда я его первый раз включил, у меня вышло огромное лицензионное соглашение, которое я очень долго листал, чтобы его подтвердить. Я не знаю, что там такое, но мы там подтвердили все, что только смогли. Сейчас мы делаем его подключение. Итак, что это такое? Это свободный мир, в котором участвуют также реальные игроки и компьютер в том числе. Здесь имеется, грубо говоря, фактически реальная карта. Участвовать в крайней мере одном бой за флаг пиратов, за революцию. А, ну даже достижения дали. Вообще огонь. Первый титул я вот один раз здесь посражался. Объявление войны. Да, спасибо, спасибо. Мне титул новый дали, я один раз посражался и все. Здесь все разделено на сезоны. То есть пока идет сезон, он идет всего одну неделю, вы выбираете фракцию. Фракцию можно выбрать один раз. Один раз в неделю. Из нее можно выйти, и потом вы будете ходить по миру как нейтрал. Это, в принципе, нехорошо, потому что, я так понял, награды будут существенно ниже. Итак, фракции мира. И вот это вся карта, по которой мы путешествуем, ну грубо на корабле. Корабля как такового вроде бы нету, хотя значок там можно выбрать, там потом зарабатывается и все такое. И сейчас можно посмотреть под контролем, чьей фракции находится та или иная зона. Она каждый день, каждый день меняется и каждую неделю все скидывается. То есть игрок выбирает себе фракцию и начинает за нее играть. Пытается захватить, грубо говоря, весь мир. Ну, грубо говоря, стать королем пиратов. Я не знаю, есть ли здесь такой титул, мне что-то подсказывает, что здесь такое есть. Вот. Можно посмотреть рейтинг. Конечно же, очень много людей играют за пиратов соломенной шляпы, но здесь очень много других, за которых можно вступить. Я вот выбрал, например, революционную армию. Она сейчас в данный момент занимает второе место. Я попробовал всего один-два боя здесь. Мне наваляли даже компьютеры. К игрокам мне вообще страшно было лезть, потому что здесь сложность вообще иная. Здесь никаких поблажек не будет. Используются контрудары, контратаки, все, что только можно. Вот. Можно посмотреть статус, рейтинг фракции или выйти из фракции и стать, соответственно, нейтралом. Итак, ну что, давайте на кого-нибудь нападем, от кого-нибудь и гребем. Подключение. Все осуществляется только через интернет. Если у вас нет интернета, вы ничего делать здесь не сможете. Итак, вот она карта. Так, это мы уже, да, это мы обратно на карту вышли. Я вот сейчас нахожусь, например, на Панк Хазарде. Это последняя локация, по-моему, куда я сам приплыл. Я начинал вот здесь, где захват был революционной армии. Вот. Сюда мне не нужно было, потому что здесь... Вот, здесь тоже, видите, значок революционной армии. То есть здесь уже Ахара у нас захвачена. Панк Хазард я захватить не смог. Тут был кошмар. Можно переплывать, но свободно плавать тоже нельзя. У нас есть локпоз. Очки локпоза, они тратятся за передвижение. То есть если мы захотим далеко уплыть, у нас потратятся все очки и нам придется чуть ли не скорее, я так понял, ждать следующего сезона, чтобы потом просто опять поучаствовать в боях. Таким образом, они мотивируют, что вы должны потихоньку захватывать все бои. Если вы будете двигаться от одного города к другому и весь его захватывать, вы так сможете просто сделать максимальное количество ходов. Итак, ну что, давайте куда-нибудь сейчас портанем. Здесь вот пираты солнца. Можно к ним пойти. А, кстати, сказать, видите, если навести на материки, здесь указано, против кого мы будем сражаться. Здесь вот будем сражаться против игрока. Вот, определенный рейтинг, видите, команд, которые очки базы, которые сейчас пытаются его захватить. Как только, я так понял, насколько я понял, одна из команд набирает максимальное количество очков базы, то есть больше всего выигрывает других игроков, они захватывают данную точку. Вот, архипелаг Сабаути в данный момент под революционной армией, вообще его здесь почти захватил. А, нет, его вот-вот уже отвоюют у нас пираты с соломенной шляпой, редиски. Здесь тоже все захвачено, они держат его под контролем, никому его не дают. Здесь в данный момент, смотрите, идут сражения. Видите, значок идет? Идут сражения. И при том вообще просто бешеное. Посмотрите, здесь сражаются, против группы сражаешься ты. Идут, я вот немножко не понял, что значит против группы, может быть туда тоже влезем, попробуем. Кстати, на полказар, смотрите, у нас здесь тоже сейчас идет битва. Давайте попробуем. А то, ну, хоть как-нибудь поспособствуем, может, что-нибудь выиграем. Так, я как обычно выбираю тех, пока, кем более или менее немножко умею играть. Немножко. Ой, я вот вроде все приемы все знаю, но я понял, когда я вошел сюда, что я ничего не знаю. Так, господи, кого я там выбирал-то? А, Марка. Да, и ты, Кит. Надо обязательно купить Джин Берри. Я понял, что у него реально есть хорошее преимущество против фруктовиков. Так, полил водой и пускай радуется. Так, можно какой-нибудь бонус, бонуса толку не будет. Подключение. Посмотрим, против кого меня кинут. Дресс-роза. Колизей Кориды. Сражаемся против двоих. Смокер и Трафальгарло. Контролируйте размеры, это для ло. Чем дольше вы держите кнопку активации комнаты, ло, тем больше она станет. Ло вообще какой-то... А, кстати сказать, у компьютера здесь, увеличенное здоровье. Не знаю, как атака, но меня... Когда я только зашел, предупредило, что во многих этих... Пройти компьютер будет мало того, что очень усиленный, так еще и здоровья у него больше, чем нужно. Чтобы не все так просто было. Я вот здесь пробовал уже сражаться, пока не смог победить. Сейчас вот еще раз попробую. Смокер, значит, в принципе, у нас все правильно. У нас нету силы дьявольского фрукта, так что мы сейчас... Деехаем. Слушай, жизнь у меня тоже увеличенная, по-моему. Он меня уже убил. Как? А, дуреть. Вы посмотрите, какой дурью он наносит урон. Нет, слушай, так не пойдет. А, дуреть. Он может убить за почти два удара. Я так полагаю, здесь народ может быть... Игроки может быть даже легче получаются. Тихо-тихо-тихо-тихо, хорош, дай мне хоть что-нибудь сделать. Все, Витя, у меня сила блокирована. Смокер блокирует силу дьявольского фрукта. Я не могу закончить эрику, ты сможешь гравитацию сделать. А я не могу ее сделать. У меня сила была заблокирована. Вот и все. Один смокер просто накукурузил нас троих. Это еще ло не вышел. Я в прошлый раз от ло грибал. Можно посмотреть запись боя, сохранить. Кстати, интересно, что интересные бои можно сохранять. И потом в коллекции можно посмотреть реплеи. Вот это очень интересно. Завершить бой? Да, завершить бой. Давайте пойдем в другое место. Сегодня вроде бы как последний день в сезоне. Или завтра он будет. На самом деле пока не важно. Так что можно смело потратить наши очки логпоса. Вот. Но, по крайней мере, видите, уровень немножко поднимается. Может быть уровень нужен больше, чтобы здесь нормально с ними сражаться. Я пока не знаю. То есть, такие моменты я еще не разобрался. Так, это под контролем. Против игрока. Фракция этого, господи, дофлы. Давайте-ка сюда перейдем. Пираты соломенной шляпы. Поехали. Делать ход. Да. Хопа. Перешли. Давайте попробуем. Неужели реально будем сейчас сражаться против игрока? Это же круто. Я выберу тех же самых. Я других выбирать не хочу. Так. Марка где? Вот он. И Юстас Кит. У многих персонажей реально очень интересные способности. То есть, я пробовал играть за перрону. Она может отделяться от тела. Использовать определенные способности. И на дальнем расстоянии с перроной вообще очень тяжело связываться. То есть, ну, она очень специфичный персонаж. Ей надо уметь играть. Честно. Подбор. Посмотрим. Я, кстати, еще не знаю, как здесь сервер, как здесь пинг. Вот я первый раз сейчас на ваших глазах играю вот по сети. Есть просто бои по сети. Это отдельная вкладка. То есть, если вы не хотите здесь, грубо говоря, портить какой-нибудь там рейтинг или еще что-нибудь. Сами понимаете, что если вы проигрываете, то я так полагаю, что ваша фракция от этого страдает. В том плане, что вы теряете контроль над данным материком. И таким образом, просто видите, мы ходим по всему миру. То есть, карта здесь состоит реально, ну, все самые главные материки по истории One Piece здесь есть. По крайней мере, я так примерно глядывал. Было прям вообще пушка. Так, ну, смотрим. Подбор. Сейчас воскресенье ночь. Может быть, уже не все так хорошо. Потому что, я так полагаю, что если это Европа, то времени у них уже много. Не удалось. Сыграть с компьютером? А можно не играть с компьютером? Нет. Давай еще раз попробуешь. Так, ладно, еще раз пробуем соединиться. Я говорю, сейчас то, что воскресенье, ночь, не исключено, что сейчас, наверное, соединиться особо ни с кем не удастся. Ну, как обычно, мне просто везет. Вот стоит под запись начать играть, и все начинает, просто все сервера начинают отваливаться как могут. Стриму я подготовлюсь. Я еще пооткрываю персонажей. Вот, и будем с вами смотреть реальные персонажи. Здесь реально просто нужно вот запоминать, кто является антиклассом кого. Очень интересный Шанкс, я пробовал за него играть. Да все они интересны. То есть, я вот кого не возьми, каждый персонаж был по-своему уникален. Кто-то может замораживать, кто-то может постоянно там в камень кого-то превращать в определенных условиях. Санжи вообще не может с девушками драться. Берешь Санжи, все, если просто у тебя девушка, любые твои удары, то он становится на колени, или прыгает с цветами, или с сердечками из глаз. То есть, типа того. Вот, смотрите, нам противника подобрали. Готов к бою? Количество боев ноль. Это тоже новичок, что ли? Я не знаю сейчас, лишь бы пинг был нормальный. И посмотрим. У него бонусы все открытые. Ну, конечно. Бонусы там, кстати, довольно хитрые, по-моему, есть. Ну, по Великой войне я это понял, что некоторые боссы реально могут переломный момент сделать. Надо комбинировать их с персонажами. Сейчас посмотрим. Так, кто наши противники? Так, против Насанжи. И он по-любому не будет сражаться против Куалы. Трафальгарло. Так, ну, поехали. Заря приключений у нас. Так, нормально. Тихо, спокойно. Ух, смотри, как Сирику проводит с воздуха. Молодец. Тихо. Нормальненько. Фрэнки? Он решил поменять? Воу, 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 хорош. Так. Ой, не дает мне. Блин, не дает мне набрать. Это плохо. Есть, набрал. Я набрал гравитацию. Нормальненько. Так, ладно. Надо меняться. Марко, иди на помощь. Ты посмотри, а. Контрудар делает. А как тебе вот так вот, если я сделаю? Или вот так вот. Ты же не можешь драться против девушки? Санжи. Прости, но такое преимущество я не могу пустить. Он не может драться. Он будет сердечки выдавать, если он этого еще не понял. Ну да, да. Два раза. Парень, ты не можешь им драться. Лучше бы ты поменялся. Отлично. Ай-яй-яй. Ааа, попал в сферу. Так, тихо. Да чтоб тебя. Так, надо меняться. Против него он плох. Слишком. Вот так. Тихо. Хорош, 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 хорош. Ло. Извини, Ло. Победили. И у нас даже все персонажи выжили. Круто. Угу. Было прикольно. Честно, мне понравилось прям. Победа игрока один. Угу. Загрузить повтор в сеть можно. Нет, пока не будем ничего загружать. Просто пойдем далее. Завершить бой. Да. Ну что, это было прикольно. Посмотрим, что получили. Посмотрим, сколько дадут опыта. Я первый раз победил, честно. Первый раз я сражался против игрока. Мне повезло. Подобрали, как увидели, игрока по уровню. Он тоже был новичок. Получено 15 очков революционной армии. Народ у меня был тут еще первого уровня. Он в Юстовске, кстати, был. О. Ох, вот это уровень. Уровни поплыли. По четвертому уровню, смотрите, дали. Вообще крутяк. Всем тоже прибавили по уровню. Хоть бы показывали, что эти уровни дают. Вот это я до сих пор понять не могу. То есть, ну как бы... Может быть, просто показатель, насколько ты крут, насколько у тебя, типа, много опыта в игре. Да хорош, ну я понял, я понял. Скажите, что всем уровнем дали. Вот и все. Так, супер, мы здесь посражались. Куда-нибудь еще пойдем? Дресс-роза. Тоже можно против игрока. Кстати, что у нас тут? Много нам до победы нужно? Нам вообще, как бы, до победы нужно, видите, побеждать. 50% пока что очков базы набрано у пиратов соломенной шляпы. Нейтралы на 11%. Сами по себе почему-то сражаются. И революционная армия на 18%. Я не запомнил, сколько было очков до того, как я начал. То есть, может быть, уже и уменьшилось, потому что если бои здесь идут часто, то нужно постоянно побеждать. Побеждать и побеждать и побеждать. Остров Юкиру. Так, это что такое? Фудвалтон. Здесь против компьютера. Здесь против игрока. И смотрите, какое ожесточенное сражение идет. Обалдеть. Я, наверное, сюда уже даже и не влезу. Семья Дон Кихот. Можно даже сюда пойти. Участники 447 человек. Это что? Это что здесь вообще такое? Давайте доплывем, мне интересно. Смотрите, участники... Это просто сколько за семью Дон Кихот сейчас играет во фракции человек. Интересно, сколько за революционную армию играет? Где-то здесь она у меня. Вот. 1642 человека. Мать моя женщина. Так, и какие-то, судя по карте, это... Есть какие-то материки с самыми ожесточенными боями. Я не знаю, что это значит. То есть, ну как бы так. Может еще раз попробуем посражаться здесь? Давайте еще раз попробуем. Как бы... Так. Я выбираю пока тех же. А или нет. Или давайте для разнообразия других возьмем. Ну, давайте, почему нет. Только я уже ими особо так не тренировался. Это вот этими тремя еще что-то там умел делать. Давайте возьмем, допустим, Шанкса. Постараемся взять разных. Пусть это будет Акайну. Нет. Нет, Акайну это не будет. Вообще ни разу за Брука не играл. Почему бы и нет. Так. И взять кого-нибудь еще интересного. Ой, слушайте, а давайте ради прикола, раз уж, возьмем Луфи четвертого гира. Или вот здесь есть Луфи кунг-фу. Или Луфи чемпион. Блин, я все хочу взять. Давайте Луфи кунг-фу. Посмотрим, на что он способен. Так, все. Ну, тут сейчас посмотрим. Последний бой сейчас, если не подберет, то, может быть, даже и не будем. А может быть, против компьютера-то сразимся. Если он будет подбирать примерно равных по рангу, это будет очень круто. Я уже убедился на том, что на примере Наруто, допустим, что там как бы по рангу вообще, ну, можно сделать, чтобы подбор был по рангу, но как бы все равно в основном кидают тебя каким-то высокоуровнем в большинстве случаев. Ну, может быть, я просто настрой какой-то не знал. Вот, ну, когда против тебя играет профи, а ты тут вышел второй раз играешь, тебя в сухую разложили, и показали, что ты пока тут пустое место, не слишком мотивирует продолжать играть. Ну, обычным игрокам. Но тренироваться надо. Надо еще подбирать, надо открывать еще персонажей, смотреть, вот, их комбинировать очень хорошо. Ну, вот как в прошлый бой. Ну, видите, к сожалению, не удалось. Ну, давайте сыграем с компьютером. Не страшно. У нас тут двое, вы посмотрите. Акайну и Луфи. У нас Луфи против Луфи, получается. Только Луфи кунг-фу, помню, да, я взял? Нажатие способностей активировать королевскую волю Луфи. Применяйте к поверженным противникам, чтобы продолжить комбо. Акайну и Луфи. Так, ну что, попробуем. Тихо, тихо, тихо. Блин, нифига себе урон. Да ты что делаешь? Че ж ты такой? Блин, с компьютером реально... Поймал меня. Шанкс уже нету. Мать моя, женщина. Так, лам, забрук вообще не играл. Это было глупо. Тихо, 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 хорош, 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 успокойтесь. Забавно, у нее приемы реальные скульпы уйдут. Давайте посмотрим, может, чуть здесь изменится. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо. Тихо. А, дури. Сейчас он меня суперударом уложит. Нокаут. Не, это не вариант. Новыми игроками лучше так не играть. Это вообще реально бесполезно. Они не дадут ничего сделать. Здесь даже я пытался применить сейчас цепь единения. И у меня на самом деле это просто не получалось делать. Я столько энергии просто набрать на самом деле и не мог. А когда у меня была, то уже был пазняк. Уже меня убили. Короче, я так понял, лучше играть против людей. Компьютеры здесь вообще какие-то сумасшедшие. Ладно, давайте на сегодня закончим. Я показал вам вкратце этот режим. Режим реально очень крутой. Видите, сейчас дни шестой и семи идёт. Написано, сколько оказалось до сезона. Ой, до конца сезона вообще осталось. Смотрите, три часа. Три часа четырнадцать минут. Я так понял. Забавно. Здесь можно также, я говорю, под себя подстраивать свой профиль, чтобы тебя видели там флаг, там все различные эблемки, там титулы, там какие-то фразы, ещё что-то. То есть можно так же настроить, и тебя будет просто видно. Итак, ну что, давайте на сегодня закончим. Я напоминаю, что у меня есть второй ютуб-канал, на котором я прохожу другие игры, не относящиеся к теме аниме. В данный момент я прохожу там Райсу за Томрайдер и Мучу и Ларку с Оровой Сибири. Кому интересно, ссылка также идёт в описании. Подписывайтесь. Вот. А на сегодня закончим. Следующая серия будет через пару-тройку дней. Я надумаю, что перед стримом я ещё сделаю серию, как минимум. А там будем смотреть. Давайте. Спасибо всем, кто меня смотрит. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, давайте всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok